Издательство 1С Паблишен и агентство Фронтлайн Креатив представляют Иван Любенко Поцелуй Анаконды Круазе На Петров пост ночью 30 июня 1908 года в Ставрополе творились чудеса. Над собором повис огненный шар, который, обойдя несколько раз вокруг колокольни, бесследно растворился в черном, словно вымазанном дегтем небе. Безлюдные, пустые улицы наполнились заунывным и протяжным, как скрип несмазанного колеса, собачьим воем. К нему присоединилось неугомонное карканье ворон, невесть отчего проснувшихся и одним махом заполонивших окрестные ветви деревьев. Лошади в экипажах стали, били на месте копытами и отказывались подчиняться возницам. Из кромешной темноты выплыла яркая, как газовый рожок, луна, осветила на миг землю и также внезапно исчезла. А где-то далеко, за многие тысячи верст отсюда, в непроходимой таежной Сибири, в устье реки Тунгуски, упал метеорит. Утром стало известно, что сразу в разных частях города от шаровой молнии до тла сгорело несколько домов. А в Софиевском храме нежданно-негаданно рухнул большой колокол, что само по себе было дурным предзнаменованием. Так все, собственно, и вышло. «Да-да, сударыня, несомненно, вы можете купить в нашей аптеке яд. Только я обязан удостовериться в вашей личности и занести информацию в книгу учета ядовитых препаратов». Вежливый и услужливый провизор аккуратно выводил буквы в толстой книге. «Вот, Клим Пантелеевич, выписка из аптеки обо всех покупателях яда за этот год». Полиничка протянула Ардашеву лист бумаги, исписанный каллиграфическим почерком. «Номер один Троеглазова Анфиса Терентьевна. По мужу купеческого сословия, 37 лет, проживает по госпитальной улице, дом 25. Купила 10 золотников смеси крапчатого болиголова». «Золотник. Русская мера веса равнялась 4,26 грамма». Под вторым номером был записан поручик Самурского пехотного полка Швеинфорд Святослав Андреевич. «26 лет от роду, квартирует по улице Параллельная, дом номер 42. Купил 4 золотника порошка цианида. А последним покупателем смертельного снадобья за 1908 год в аптеке Минца Был приказчик бокалейной лавки Айвазова Артем Морозов. Адрес. Улица Плевневская, 23. Ему зачем-то понадобилось 50 золотников опасной смеси из соединения мышьяка, свинца и талия, которые обычно травят крыс. Все бы ничего, и об этих обычных с виду покупках говорить бы не стоило, если бы муж Анфисы Троеглазовой, Афанасий Нилович, не отдал бы душу Господу на вторую седмицу от Петрова поста. Следом за ним Тигран Айвазов отчего-то взял да и помер. А ведь жизнелюб был, каких свет не видывал. Редко мимо себя красавицу какую пропустит. Если кто ему по душе придется, не отлипнет. Забросает подарками, цветами и дорогим шоколадом фабрики Айнем. Будет день-деньской волочиться, покуда не обретет женскую ласку. Правда, пару раз за неуемную кавказскую навязчивость ему крепко досталось. Говорят, муж одной приказчицы отдубасил Тиграна в его же собственной лавке. Отлежал соболезный пару дней, кровью покашлял, а потом снова нафронтился и запорхал, как сис голубок в чистом небе. И опять за свое. Вот на днях повел в отдельный кабинет ресторана одну мамзельку мармеладного вида. Да и гульнул на славу. Заказал бутылку шабли, рябчиков в сметане, мадеру, мороженого всякого, грушу в хересе, кофе с ликером, бенедиктин. И пора бы уже закруглиться, довезти красавицу на экскурсию в опочивальню, как захотелось ему напоследок в общий зал. Вскарабкался на сцену и давая фертикулясы всякие с местным кардебалетом выкидывать. А потом ящик Мазельвейна на всех посетителей заказал. Ходил по кругу со всеми чокался и любезности всякие высказывал, как вдруг ни с того ни с сего рухнул замертво. Дамочка оказалась замужем за этим самым Морозовым. А тут мы с Кошериным пожаловали. И пошло да поехало позорное разбирательство. Что да как и кем этот покойничек ей сердежный приходится. Красотка сразу в обморок. Сам Артем отказывается говорить, для чего он яд покупал. Арестовывать его пока не стали. Успеется. При осмотре вещей умершего я обнаружил вот это. Полиничка передал Ардашеву маленькую плоскую бутылочку с этикеткой «Оздоровительные капли для мужчин». Адвокат тщательно исследовал с помощью лупы каждый дюйм пузырька, а потом внимательно со всех сторон изучил пробку. «Вот, Клим Пантелеевич, поэтому я к вам и пожаловал». Потягивая ароматную вишневую наливочку, объяснял цель своего очередного визита начальник сыскной полиции. Но это еще не все. У поручика, что цианид купил, есть возлюбленная Мария Тимофеева. Приблизительно месяц назад пытался этот самый швейнфорд к ней посвататься. Но родитель девушки, известный в городе издатель, браку воспротивился. И, как мы выяснили, дочери со всей строгостью наказал. «Не гоже тебе за безродного офицерика замуж выходить. Да и внуков я хочу каждый день своими глазами видеть, а не их фотокарточки из военных гарнизонов получать. А слушаешься и пойдешь за него без отцовского благословения, прокляну, пока я жив, иному не бывать». А третьего дня Илья Борисович выпил на ночь успокоительного, лег спать и больше уже не проснулся. Вчера схоронили. В том пузырьке ничего не осталось, так что определить состав не удалось. Вот я и его на всякий случай прихватил. Ефим Андреевич достал из саквояжа маленькую бутылочку из темного стекла, заткнутую деревянной пробкой. И поставил на стол перед Ардашевым. «А что поручик?» Присяжный поверенный понюхал содержимое пустого флакона, вытащил пробку и положил ее на стол. «Клянется, что в смерти Тимофеева не виноват. Для чего яд покупал, не признается. Мы провели у него обыск, нашли только оставшиеся два золотника. Где недостающие два?» Говорить отказывается. Молчает. «Кашкитька распорядился определить его в тюремный замок. Сдается мне, что зря. Уж слишком глаза у него ясные, да и взгляд открытый. Я, знаете ли, всякого в жизни насмотрелся. Почитая, тридцать лет служу. Так что злодея от невиновного отличить сумею. Офицер этот стишки, оказывается, всякие пишет. Плиничка вытащил блокнот и протянул адвокату. Тот углубился в чтение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok